Присмыкаемся и ходим на задних лапках, когда видим ваши донаты нашей легенды с Бусти. Благодаря вам наше шоу развивается как рэп движения России. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал и приобретайте эксклюзивный мерч в магазине ChickenCurry. Приятного просмотра! Что с тобой? Да Лара беспокоится. Вокруг много жагов. Слушай, я проверил. Все. Все дороги до гной гавани перекрыты. Вокруг везде патрули Ластона. Придется дождаться темноты. Да Лара! Лара, не езжай! Черт возьми! Что? Вот представь, мой отец достойнейший из людей томится в сыром трюме. А в этот момент мерзкий негодяй Маркиз Фондырис нежится в его покоях. Где в мире справедливость? Ну слушай, я ель. Живу давно. Но скажу тебе одно. Мир. Медленно. Ну очень медленно. Но меняется к лучшему. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чего? Чего? К лучшему. Приведи хоть один пример. Да пожалуйста. Вот. Бесплатная дебетовая карта Альфа-банка. И что с ней? Теперь все платежи и переводы бесплатно. Хочешь оплачивать услуги. Хочешь пройти деньги в другие банки. Комиссия ноль. Обслуживание бесплатно навсегда. А еще супер кэшбэк. За покупки до 100% каждый месяц. А? Ну. Да. Это и правда справедливо. Знаешь. В этой маленькой вещице вложена очень большая идея. Если в мире нет справедливости. Какой смысл ее искать? Тебе нужно создать ее самому. Для эльфа, который носит крысу в белья, ты довольно-таки красноречив. Дорогой друг, добро пожаловать в мир подземелья Чикенкарии. Сегодня тебя ждет продолжение приключений доблестного воина Сфинктриона Левенхарта и его верной соратницы крысы Ларисы. В прошлом выпуске этой ветки они совершили чудовищную ошибку. Исполнили дьявольский контракт и низвергли Геленбург в ад. С тех фатальных событий прошел год. Как сложилась судьба любимых героев, узнаем сегодня. Это подземелья Чикенкарии Черный Геленбург. Если вот так рубануть, то это вот детский утренник. Вот здесь папа хорошо постарался, а здесь... Да это лев, нахуй, тигр. Я подумал, знаешь, что в середине адекватность и петляция плавно распространяется по краям. А мне не сказали... Эволюция костюма. Не, если бы ты мне сказал... От мартышки до человека разумного. Я вообще этот... Коммерческий директор ТВ-3. Сегодня приятно. Мне просто это шоу нравится. Сюда еще инопланетян добавить, синьку, и мы к себе в ротацию заберем. На самом деле, я ваш бюджет экономлю. Я сразу отрисованный пришел. Я просто вот двигаюсь. Вам даже анимацию делать не надо. Ротик при третине. Я такого недавно встретил тоже в шляпе, такой вот в кожаном плаще. Я с собакой гулял, и он прям идет просто в Анхельсинг. Я прям не удержался. Я такой, здравствуйте, вампиры снова в городе. И он вот так остановился, такой, я так полагаю, это была некая шутка. Некая, неконкретная шутка. Короче, это чувак, когда в региональном таком клубе устраивает либо местные дискотеки, либо какой-нибудь надо тренинг провести. Вот этот чувак звук привозит. Я не понял, вы что, вы что, у меня амулеты обереги, видите, я сейчас персень активирую, у тебя шуба съест целиком, ты понял? Итак, ковбои, клоуны, комики и пи***ь. Это подземельничек, я говорю. Я клоун. Слушай, я даже не знаю, что тебе забрать. Все подходит. Забирай последнее, оно самое сильное. Давай. Короче, это подземельничек Кенкария. Первый выпуск, который выходит на ТВ-3. И сегодня у нас в гостях розовая пантера, которой нарисовал дальтоник Александр Гудков. Человек, который был тренером по всему, и он разговаривает с людьми на улице, но впервые на его канале произошло так, что это не закончилось порнухой. Илья Курыч. О, е! Ребята, всем диско-инферно! Потусторонний поклон! Самый народный комик, которого сюда не силой принесли Серега Орлов. Человек открытия года по версии Форбса Фил Воронин. Короче, Фил был в прошлом моторе, а я такой, по-моему, Филу Воронину позвали. А я просто не смотрел ничего, но у меня было предубеждение, что он не смешной. И он меня разъебывал весь прошлый выпуск, и теперь Филу очень сильно уважаю. А вот теперь я буду мстить. Да пошел ты нахуй! Человек, который никогда не пойдет нахуй, Александр Бриганов. Привет, привет, дорогие друзья! Ну и давайте поаплодируем человеку в белой шубе, он сегодня добренький, Бекрашен Боак. Добро пожаловать в подземелье Чикенкарри! Геленбург провалился в ад, но жители города сумели организоваться и дать отпор демонам на их территории. Жители совершили подвиг и сумели вернуть город в земной мир. Они смогли почти полностью зачистить Геленбург от демонов. Но бесы забаррикадировались в воскверненном храме Солнца. Они накрыли город энергетическим куполом и не дают жителям его покинуть. Демоны готовят контрудар. Скоро адский луч, бьющий в небо, накопит потенциал и энергия взрыва испепелит всех защитников города. Ваша задача сегодня разрушить последний бесовской оплот, пробраться в храм и уничтожить источник опасности. Представьтесь, герои, и мы начнем с Биг Рашен Босса. Я воин, Сфинктерион Левенхард. Может быть, слышали. Я хотел положить конец войне, но совершил ошибку. Ну, с кем не бывает. Короче, не разобрался в демоническом контракте и убил лорда Властона. Сори, мэн. Из-за меня Геленбург провалился в ад. Тоже ссори. Там, в преисподней, я поклялся, что не покину жителей города, пока не исправлю свою ошибку. Жрецы восстановили мой меч Левенхартов. Теперь это грозное оружие против демонов. Целый год плечом к плечу с жителями города мы сражались с исчадями ада. Почти зачистили город и сегодня настало время последней битвы. Мы уничтожим адский луч либо погибнем. Все. Я крыса Лариса. Вау! Никогда так же не аплодировали крыси. Я ближайший советник президента Сфинкториона. Пока он носит щит темного властелина, я могу говорить. Президент. Да. Я ощущаю себя главной виновницей всех трагических событий, ведь именно я проявила эту глупую инициативу и загадала смерть властона. Теперь я стала умней. Я покорна и беспрекословно слушаю своего господина Сфинкториона, сражаюсь за него и за всех живых. Я помогу одолеть демонов и сломить их последний аплод! Вот такая уже. Филипп, ты следующий. Я Кенку. Человекоподобный ворон по имени Ворон-Барон. Дитя эльфийки и вороны. Каждый раз нравится очень сильно. Представляю прям. То есть это какая-то некая лесбийская связь? А, кстати. Вороны, а не ворона. Но это было сделано до 2023 года, так что я вступил в отряд разведчиков, которые по приказу короля Пониа V отправились в Черный Геленбург. Мы сумели проникнуть в город и присоединились к местному сопротивлению. Я счастлив, что встретил своего господина, президента Сфинкториона. Под его руководством мы одолеем демонов и построим детскую площадку. Все, обещаем. Острых тебе кинжалов, ворон-барон. Спасибо. Сережа, теперь ты. Я Фрейлина убийца по имени Валя. Моя госпожа Севстания приказала мне вступить в королевский разведывательный отряд, чтобы я сделала все возможное для спасения нашей родины города Геленбург. Горько видеть, в какие руины превратился наш светущий город, но мне придает силы мысли, что скоро мы победим демонов. В руках Синкториона все еще есть щит, который я помогала давать в шишки бабе. А значит, мы победим. Уверенных тебе ударов, Валя. Просто крошиха. Да, реально, очень красивая. Илья, ну остаешься и ты. Породистая. Да, Валя. Он выглядит как чувак, который пишет как раз эти комментарии. Породистая, сучка. Не слазил бы с нее неделю. Да. Я бы вдул это, он придумал. Да хватит! Чувак, который ждет возрождения Гены Букина на телевидении. Это что, это про меня сейчас все? Рукинг, и накидывай. Ребята, активировать перстень сейчас? Я знаменитый охотник на монстров по имени Люциус. Многие годы... Вау! Да, ваши мурашки из норок выскочили, я почувствовал, испугались. Вау, Люциус. Так. Да, раньше меня звали Инферно, сейчас Люциус. Еще раньше Игорь, да. Многие годы я странствую по миру и за достойную плату уничтожаю различных чудовищ. Потом издаю заметки о своих приключениях, которые пользуются огромной популярностью. Когда король объявил набор добровольцев в разведывательный отряд, который отправится в черный Геленбург, я просто не мог остаться в стороне. Новый подвиг, новая слава. Оказавшись в городе, я встретил знаменитого воина Сфинкториона. Конечно, он достойно нести бесам последний удар, но я постараюсь его опередить и тогда мое имя будут помнить вечно. Фурево! Фурево! Перманентно вы будете кричать Люциус! Это он! Не ходи, покажи! Ты хоть и тщеславный, но ты сразу мне очень понравился. Сильнейших тебе добивай, не Люциус! Ладно, можешь поцеловать его! Вообще, весь текст звучит как этот. Эти перси, они же все заговоренные. Эти перси были поцелованы все до 2003 года. Вот этот с волком, вот смотрите, с волком, это против этих, сглаза, да, этот притягивает Филиппов, этот для секса, я поэтому их рядом надел вот специально. Этот гейские шутки, видите, все работает. Вам, кстати, как больше нравится, в шляпе или в бандане? Ладно, смешно? Осадки будут позже. Да, да, да. Не прикрывал, вот так. Герои, вы в разрушенном Геленбурге. Всюду пыль, выжженная земля, засохшие деревья. Вы прячетесь за обвалившейся стеной одного из сохранившихся зданий. Рядом с вами добровольцы. Они нервно переглядываются, поправляя ремни с пороховыми бочками за спиной. Один из солдат обращается ко всем. План простой. Уничтожить их баррикаду. Бежим до баррикады, сбрасываем бочку и прячемся, чтобы нас не разорвало взрывом. Понятно? Кто боится, тот умирает. Сфинктериан, дай нам напутственную речь. Я вам хочу сказать одно. Вы защищаете свою землю, вы делаете для своих детей и для женщин, чтобы делать с ними детей. Если вы этого хотите, идите, их там ебите, все разъебите. С вами был МС Сфинктериан. В атаку. Короче, я сегодня планирую много драться, разъебать и быстро провести. Сегодня будет спидран. Да, кричат солдаты, спидран! Поджигай! У них ХП настолько мало, что у них точно спидрана не будет. Да, признаюсь, за столом мы не всегда ведем себя адекватно. Ну, бывает такое. Но благо, есть тот человек, который готов обработать любую нашу заявку. Тот, который описывает все наши телодвижения, наш мир. Холодный пронизывающий ветер треплет вашу ветошь вопреки суету. В общем, тот человек, который не дает заскучать, это наш мастер игры Александр Вариганов. Да, в мире подземелий, конечно, Саша, он самогущий бог, но мало кто знает, что в реальности Саша аналитик данных. Саня, привет! Привет, привет, хай-хай-хай! У меня вопрос для тебя, прям влог. Смотри, Сань, помогает ли тебе профессия аналитика в твоем мастерском ремесле? Ну, ну, конечно. Во-первых, это привычка работать с большими данными, это анализ игровой ситуации, а также настроение игроков. Вспомни того же Щербакова. Да, такое не забудешь. Умение четко формулировать, просчитывать действия игроков еще на стадии написания самого приключения, поэтому, ну, конечно же, да, много всего. Тогда другой вопрос, Сань, можно ли стать аналитиком с нуля? Я не знаю ни одного человека, который бы аналитиком родился, так что да. Конечно, спасибо тебе, Саня. Хотите быть крутым, как Саня Бариганов? Станьте аналитиком данных в онлайн-университете SkyPro. Абсолютно с нуля всего за 12 месяцев вы освоите новую профессию. Из плюсов. Удобный график учебы можно совмещать с текущей работой. Преподаватели это действующие эксперты из топовых компаний. А гарантия трудоустройства в течение четырех месяцев после выпуска прописана в договоре. Ну и, естественно, профессия востребованная, вакансии немерена, а зарплаты вот тут вот на экране. В SkyPro реально есть карьерный центр, который помогает с дальнейшим трудоустройством от подготовки резюме до прохождения испытательного срока. Вы только посмотрите на цифры за моей спиной. Ну, а-а-а, это пять, это девять, ну, это же впечатляет. Ну что, готовы стать аналитиком, как наш мастер? Добро пожаловать в SkyPro. Кстати, если в процессе учебы вы поймете, что вы мастер в чем-то другом, в течение первого месяца можете абсолютно бесплатно, как говорится, сменить профессию. Чик-чик-чик и стать кем-то другим. Вот вам от меня промокод, который дает 50-процентную скидку на все профессии в онлайн-университете SkyPro. А еще английский на целый год. Oh my god, so bizarre, amazing. Ссылочка там, внизу. Ну что, вернемся из этих уютных грез о новой профессии в черный Геленбург! Друзья, у вас у всех, кроме Свинтриона, разумеется, бочки, привязанные к вашим спинам, которые прямо сейчас поджигают. А, подожди, блядь. Я, я упустил этот момент. Я не хочу, чтобы мои друзья погибали. Мы, камикадзе типа? Так, стойте, стойте, говорит один из солдат. Мы этот план обсуждали несколько дней, приняли этот, потому что он самый оптимальный. Поджигай! Оптимальный для кого? Несколько человек начинают уходить и поджигать бочки. И мы такие молчали. Тебе не кажется, что оптимизировать надо еще немножко? А давайте... Времени нет оптимизировать. Давайте просто отправим всех, у кого нет карточек. Вот этих всех. Сейчас они вам напечатают карточек. Барон, барон, у тебя за спиной что-то зашипело. А кто... Внимай! А почему? Я только пришел! Подождите, кто план придумал? Если мы Джерри кто-то... В ваш обходе офицер с факелом. Так, давай. Валя, у тебя тоже что-то загорелось сзади. Я женщина! Вообще уберите! Вы за меня готовы сражаться? Тот неважен пол! Мы всех набираем! Свинтарион сказал, женщины детей защищать! Они подлетят или что? Вы бежите до парикады. Вон там, в конце улицы... Ну, не в конце улицы, а посередине. Мы бежим... Далее сбрасывайте бочку и убегаете обратно. Так зачем нас поджигать? Так это и сталкеры. Давайте подожжем их, когда мы прибежим туда и убежим. Зачем нам на спине, чтобы они горели? Это долго! Она горит 20 секунд! Ну, это не долго вообще! Это длинный фитиль! Люциус, у тебя так же зашипело сзади. Так вот, я чувствую. Я прям почувствовал, это шипит крыса. Ну все, тогда побежали! Твоя маленькая бочка тоже зашипела. Она-то что сделает? Кого я взорву этой бочкой? Она камешек пробьет, нормально. Не, ну вы как хотите, я бегу. Да подождите, давайте потушим фитили. Да не, уже времени нет. И обсудим, блядь. Смотри. Надо бежать уже. Хватит обсуждать, мы уже все обсуждали, бегите. Да тут можно обойтись. Я бегу! Да не туда! Несколько солдат выбегают первыми. Я бегу, до середины добегаю. Начинается боевая ситуация. У вас всего три хода. Подожди, ну вот же есть обход. Да мне туда надо бежать. Я тоже бегу. Да мне туда надо бежать. Да у тебя горит. Да эти все равно не поймут, вороны и крысы бегут, они к чему, блядь. Бежим. Так, кто не хочет бежать? Я не хочу. Я снимаю с Сереги бочку и вот так бегу с ней нахуй на руках. Бегу с пацанами. Я знаю просто, можно было обойти и зайти с тыла и тут их дать им. Да. А мы прямым, напрямую кто бежит? Да мы уже бежим. Тут тоже баррикада. У вас есть три хода до того, как бочки взорвутся. А я вообще не понимаю, зачем мне бочка, если у меня дробовик есть? Я не знаю. И так, вы все вместе выбегаете на разрушенную улицу вслед за солдатами. Где-то впереди дьявольская баррикада. Ну, я командую солдатам бежать к баррикаде, но чтобы как можно ближе, чтобы... А сам бежишь? Да. Судя по тому, что у нас так долго горят фитили, у меня есть зуб мантикоры на удачу. Я его сильно сжал вот так всеми фалангами, говорю, хоть бы получилось. Хоть бы получилось. Люциус, сейчас боевая ситуация. Время как бы остановилось. У вас есть всего три раунда по шесть секунд до взрыва бочек. Спасибо, что мы сразу к цифрам перешли, как деловые люди. Я просто до этого не понимал. Так, у меня есть способность диверсия. Я надеваю капюшон и скрываюсь на глаза, чтобы как минимум, пока я бегу с бочкой, меня не подстрелили. Я кидаю. Да. Скрытность. И там написано вот столько. Десять. Плюс твоя скрытность. Сколько десять? Моя скрытность плюс, ну круто, да, где-то тут есть. Сейчас найду. Секунду. В навыках. А? В навыках. В навыках, да. Скрытность у меня получается шесть. Одиннадцать получается. Плюс пять. Шестнадцать. Чего? Да, десять плюс шесть. Да, шестнадцать. Десять плюс шесть, это шесть. Оборона не умеет считать, это к одиннадцати. Мой человечек. Да. Отлично, тебе удается скрыться с глаз стрелков. Солдаты несутся к баррикаде, а бесы на крышах стреляют пылающими шипами прямо в их пороховые бочки. И первые ряды взрываются. Осколки летят во все стороны. Все, сделайте проверку ловкости. Сложность двенадцать. Ого. Это в рот. Давайте подержите. Пять. Пять? У меня еще три есть. Это шестнадцать. Да. У меня восемь. А на роте у Филиппа все будет шестнадцать. Доказывайте. Давай, Илюха. Следующий. У меня ловкости уже один. Не, Илюха начал. Илюха, ты же начал. Это критический провал. Погусь поводка снимать уже. Да, да, давай, давай. Давай, бросай. Двенадцать. Тринадцать плюс три, пятнадцать. Люциус отдыхает. Тринадцать. Один. Вот прям нашу половину досыдания. Мы будем назвать вас осколочная половина. Всем привет. Я пошел нахуй со мной. Я тоже с вами. Не, подождите, я же скрыт вообще. Секунду, я сейчас скажу урон по вам. Че, пойдем? Пускай поиграем. Валя, тебе наносится восемь урона. О-о-о-о. Восемь урона. Я же скрыт. Как они тоже... Это у меня двенадцать осталось. Фил же скрытный. Я же скрыт. А, ну осколки. Так осколки, они тоже меня не видят. Так. А можно спросить? А у меня четырнадцать брони и двадцать отнимать от брони или от сердечка? От сердечка. Бл***ь. А сфинктерион и ворон-барон получают пятнадцать урона. Пятнадцать? А, ну у тебя там жизни какая-нибудь урона. Ваш ход. А я вам что говорил? Вы куда побежали? Не, вы там, б***ь. Они бочки подожгли, б***ь. У тебя вообще нету бочки на тебе. Я забрал. Нахуй нам нужен без бочки там. Я бегу обратно. По сути, у тебя просто челночный был по-моему. Два хода. Школьные эстаферы туда-сюда. Погибнет, не погибнет. Погибнет, не погибнет. Дальше он на канатке. Я прибежал, получил п***ы и убежал обратно. Сейчас вернусь с другим сыном и скажу, чуваки, там, чума, бегите вообще. Это не слишком крепкая компания. Этот скрылся сразу, говорит, я скрываюсь. Тогда я же могу спрятаться где-нибудь? Да, верно, можешь. Я тогда хочу спрятаться вот там за углом. Вот тут. Хорошо, ты делаешь рывок за угол. За угол, да. По разбитой дороге. Опа, все, спряталось. Как только ты забежала во двор, ты обнаруживаешь там огромного беса. Вот этого, что ли, посерединке? Да, он там стоит прямо неподалеку от люка. Дожолистого беса. Ну все, хорошо, бес, давай разговаривать. У меня тут и обольстительная есть и все такое. Остальные, а что делаете вы? А вот это, то, что я зуб, мантикоры, жалто, а он что, не помог никак тоже? Помог, я убил. А зачем ты его сжимал? На удачу. Ну, ты пробежал, тебя не убили, вроде бы пока удача работает. Все, пацаны, нормально, Винир работает. А я думаю, он за всех зажал. Типа, чтобы нас всех не убили. Да, да. Но вас всех и не убило. Я в крысу один такой, вот бы пробежать. Итак, что делают другие? Я еду до Краснопресненской, перехожу там на баррикадную, выхожу на баррикадную с бочкой, оставляю ее у выхода и скрываюсь опять. Да, и пишешь, ваша посылка в клубе рядом с Евразией. Ваша горящая бочка доставлена. Хорошо, ты подкрался к баррикаде с зажженной бочкой. Тебя по-прежнему не замечают. Я тогда съедаю на всякий случай 10 червей. Зачем? Восстановить здоровье. Один червь, одно здоровье. Добавь себе 10 здоровья. Спасибо большое. И отнять 10 червей, да? А за что? Верно. Да, у меня есть целебные черви в количестве 20 штук. Один червь, это одно здоровье. У меня осталось 10 червей и 15 здоровья тебе. Блин, а мне дашь червей? А сколько у тебя? Мне 12. Ну это пока хватит. Все, я подлечился и подбежал к баррикаде, верно? Ты подкрался к баррикадам. Спасибо. Люциус, что делаешь ты? А ты из дробовика не хочешь получить? Ты перепрыгиваешь через осколки, куски разрушенных зданий. Ой, как красиво. Видишь, как твои друзья пали. Они в раскуроченной броне валяются неподалеку. Сизая дымка закрывает обзор. Я придумал, что тебе надо сделать. Тебе надо вот так подкинуть бочку и в нее из дробовика долбануть, чтобы она там... Ну просто, чтобы красиво было. Ну да. И все такие, ооо. Но это будет два действия. Давай я брошу бочку, а ты помоешь, мальчик. А я по твоей шагу. Ну давай. Это типа... А это будет как раз два раза. Отдых на десятку просто. Ты бросаешь бочки, а я по ним шмаляю. Давай. А что ты делаешь со своей бочкой? За спиной стою. Она пока маринуется за спиной. Хорошо, свингтарион. Проверку. Силы. Атлетика. Ты сказал свингтарион. Сфингтарион, прости. Я бросаю, получается, вот сюда, в этот угол, чтобы и лучников зацепить, и эти хую. Сложность 16. Девять плюс пять равно как раз шестнадцать. Плюс семь. Атлетика семь. Атлетика семь. В навыках. Реально шестнадцать. Ты мощно швыряешь бочку в баррикаду, и пока она в воздухе, Люциус сможет сделать выстрел из дробовика. Но с помехой. Ведь вокруг дым от прошлых взрывов. Короче, я стреляю из дробовика и кричу, сейчас ты отведаешь свинца. Одиннадцать, и это попадание. Бочка разрывается в клочья, разнося все вокруг. Несколько демонов падают с крыши, пытаясь закрыться от шарапнели в ней. Да, я просто кричу, это мой дар, я это не контролирую. Ну, в тишину, естественно, там некому аплодировать. Так. Баррикада частично разрушена. А я вот так... Но не до конца. А я из-за угла вот так. А-а-а! Мой герой! Вот так. Там за углом, кстати, Валя рядом с красно-белым должна где-то стоять. Я вот так стою с сигаретой. Маленький мой, блять. У тебя сейчас разговор будет со своим старшим, маленьким мой. Да сейчас, сейчас. Так, ну шоу... Люциус, как ты думаешь, сюда подходит твоя способность заметок? Да, я бы написал, что это вот для моей зая, для Вали я сделал. Прочитай, пожалуйста. У нас некий романтический... арка романтическая начинается. Ну, если ты совершаешь подвиг, достойны заметки в газете, получи золотую монету. А что не так? Является ли это подвигом? Да. Неважно. Сама... Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, золотую монету! Мы сейчас такой куни с вами наворотим тут, ух. Я уже даже какие-то цыганские корни почувствовал, когда перстни, золотая монета. Так, ребятушки, давайте... Смотри, ребенка не укради. Свинтрион, у тебя есть еще перемещение? Ну, мне надо прикрыть типов моих. Так как у меня есть щит, он дает броню. Я еще пиздец мощный. Я подбегаю к чувакам, которые ближе всего к баррикаде, чтобы их еще прикрыть. Хорошо. Ты перемещаешься сюда. Посмотри на карту. Нормально? А почему меня не учли? Неплохо. Да, да, вот так. Хорошо. Посередине, в центре пирожка. Классно с дробовиком же сработало и бочкой. Давайте еще подкинем бочку. Но у меня есть лук, из лука в нее стрельным. Но можно поджечь же стрелу. Есть такая способность? Упадет бочка со стрелой. Но это не бочка, так. Ну смотри, пожалуйста. Не, ну это странно. Ты такой, сейчас вы мог любое сказать. Давайте бросим бочку, у меня есть гусли. Я поиграю, пока она летит. Нам же как это поможет вообще? Не, у меня короткий лук. Это я знаю, но зачем ты об этом сейчас говоришь? А теперь ход противника. Бесы вновь стреляют по вам огненными шипами. Четыре атаки попадают. Три сфинктериона и одна в крысу. Двадцать пять урона по сфинктериону. В смысле, блядь? А, оу. Так а что вы побежали вперед? Шесть урона по крысе Ларисе. Да как? Не понял. Ребята, вам надо в санаторий срочно. Сказали же три. Верно, три. Сфинктерион, сколько осталось у тебя здоровья? Ты уверен, что это испытание можно пройти вообще? Да можно, если бы мы не побежали. У меня... Да что ты, блядь, сядь, 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 сядь. Я это слышу тебя, бегу оттуда, да перестань ты, блядь. Ноль. Так он что, умирает? Самый сильный наш тип умирает? Да. Так нам тогда не надо больше... Подождите, Люциус, тут у меня с собой набор, какая-то аптечка есть. Вот, господин ведущий, набор целителя, пять использований, позволяет стабилизировать павших товарищей без проверок. И это как раз ваш ход. Что ты делаешь? Это еще один подвиг! Это еще один подвиг! Для начала тебе нужно сделать этот подвиг. Докни, еще один подвиг! Не, ну там уже, сделать уже, там тебе, давай уже, лечи. Я вышел такой уверенный, смотрю, у меня брони, да хуй еще, какой-то, блядь, щит, огромный меч. Этот тип хуйнул с дробовика, блядь, тут вылечил, просто сходу. Может, как бы не я главный тут? Да это, блин, конечно, заседата и всех дроч салонов. Давай! Так что ты делаешь? Люди в бандане творят такое. Лечи, давай! Ну иди подходи. А, мне надо прям подойти. А я из-за угла вот так делаю. А-а-а! О, да! Убиваю! Сейчас, подожди! Я, нет! Убиваю! Подождите! Подождите! Чтобы все сработало, мне надо обменяться слизистой со свингтарионом! Люциус, не замечаешь квальный огонь? Ты бросаешься на помощь вашему лидеру и возвращаешь его буквально с того света. Свинтарион восстанавливает половину здоровья. 18 здоровья у свинтариона. А-а-а! О-о-о! Подвиг! Сразу подвиг. Это подвиг! Это, кстати, больше, чем у меня. Уважаемая ассистесса, дайте, пожалуйста, золотую монету! О-о-о! Пи-пи-пи! Пожалуйста! Ассистун называйте его! Почему так не брез? Ну ладно, это вкуснее, чем сырник с изюмом. Смотрите! О, две! Это тебе на глаза! Я, поскольку уже у этой, у баррикады, уже надо кинуть бочку, чтобы не умереть и чтобы им дало. Мы уже рядом очень. Я кидаю бочку горящую. Хорошо. Бочка, оказывается, у основания баррикады и вот-вот взорвется. Сам, соответственно, улетаю назад. Я же ворона. Убегаю от бочки, от взрыва, от места взрыва убегаю назад. Отлично! А эти-то там останутся? Че отлично? Че отлично? Ну а что я сделаю? Ну извините, у меня 10 червяков. Ты же на запад бежишь? Да, по визе таланта бегу на запад. Так, туда. Отлично! Что делают другие? Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо за байдер. И актуально. А крыса-то че? Валя. Так. Я должен тебе сказать, что... Просто игнорирую. Оглядывая своих спутников, ты замечаешь, что на Люциусе до сих пор находится бочка. И фитиль догорает. Так, хорошо. Фитиль умирает, Валя. Подожди. Сейчас мы станцуем. Плюй на фитиль. Сейчас, сейчас мы станцуем. Сквертуй на фитиль. Фитиль. Давай скверт струй. Валя, я хочу, чтобы твои слюни сделали сальто. Давай. На фитиль. Поэтому кто так разговаривает вообще с женщинами, я ебану. Я подбегаю к Люциусу, беру его за его плечи массивные, срываю с него бочку и своей ловкостью и силой швыряю ее туда же, куда Фил кинул свою бочку, чтобы она взорвалась два раза бочка. Итак, кидай сила, атлетика. Сколько сложностей? Десять. Да епросто. Я могу выставить щит? Нет. Десять. Отлично. Тебе удается кинуть бочку вовремя. Она не взорвалась у тебя в руках. Более того, она оказалась в том месте, в котором нужно. Для того, чтобы Барри, когда была разрушена при взрыве. Кто ходит следующий? Валя, спасибо. Моим ключицам так хорошо. Дайте крысу-то. Крыса, Лариса. Ну, слава богу. Я подбегаю в середину этой баррикады, вижу дыру и прям силой запихиваю в горячую бочку ногами и убегаю. Туда прям впихиваю в самую серединку. Я же одно действие только. Ну, впихиваю. Ты впихивай, впихивай. И убегаю. Куда убегаешь? На запад. Там на юге есть здание. Угол, за который вроде бы как пряталась Валя. А почему вы не бежите туда? Это намного ближе. Ну, там бес какой-то. И за углом вас спасет от взрыва. Так я же говорил. Я же туда и убежал сначала. Вы мне начали говорить про то, что умирает этот Люцус. Я вообще его первый день знаю. Но мне нахуй надо было его спасать. Может, он вообще как человек говно, блин. В итоге своего там властелина свинкториона там чуть не... Нет, человек нормальный. Валь, ну, если говорить про отношения, то это лучшее предложение на рынке сейчас из тех, кто здесь сидит. Хорошо, за угол беру. Где Валя была? Я сейчас тебе прибегу, Крис. Хорошо, скажи, как будто бы ты это придумал сам. Я толкаю бочку, ногами в самую серединку, пихаю вот туда ее и бегу, и бегу, прячусь за угол дома, вот этот левого дома. Это я придумала. Отлично! Я бы дал за эту монету золотую. Мне в жизни-то не подсказывало. Но не дам. Так, а я правильно понимаю, что у нас действия закончились все? Ты последний ходишь. Все бочки взорвутся. Верно. Я просто боюсь, что меня на всех, вот вы, вас много, а я одна. Поэтому я беру щит и выставляю перед собой максимально, и все прячутся за мной, получается. Все ништяк. Я сам по себе широкий, я в броне, и с щитом, и я закрываю команду. Мы же как в кемпинге там. Так удобно. У нас там палатка, у нас там, блядь, отопитель вообще. Шашлячок под коньячок. Хорошо, я принимаю эту заявку. Спас бросок по силе от Сфинктериона. Сейчас от тебя зависит, защитишь ли ты всех от взрыва или нет? Защищу. Вот, это нормально. А есть какой-то напутся, помогите. Пятнадцатая сложность. Есть у кого-то помочь, Сфинктериона? У меня вообще ничего. Подожди. Стой, подожди. Есть у кого-то... Сфинктик, сфинктик, поставь на тормоз. Девять. Я беру зуб Мантикоры. У тебя еще есть. Что еще? Заряд на успех. Давайте лучше заряд на успех. Да. И у меня он есть. Ты мотивируешься. У кого меньше всего жизней? Так, все, тихо, ребята. У меня. Сфинктерион. Зачем быть крутым, если можно быть недосягаемым? Давай. Но Сфинктериона сохраняется один до шестой. Ты можешь не тратить его прямо сейчас. Да, я потом потрачу. Самый последний момент, Сфинктерион. Ты выставляешь свой черный щит темного властелина. Он смотрит на твоих противников. И жуткий, мощный, оглушающий взрыв происходит на баррикадах, разнося вокруг на 10 километров обломки и мусор, из которого они состояли. На 10 километров? На каких 10 километров? На 10 километров, блядь? Это что, ядерный бомб у нас? Это шум. Шум. Вы кладете на 5 ядерных бомб в себе. Я не знаю, вы хорошо преувеличиваете мастер игры, я себе в заметки это возьму. И мы выжили эту бомбомб. Похоже, это мой подвиг. Это из опенгеймера какая-то ситуация была. Хиросима Нагасаки пострадала при этом? Шум разносится на 10 километров. Вас на секунду ослепляет, а через секунду в ушах остается лишь только писк. Вы в дымо. Это самое глубокое, что принимали наши уши. А в ушах остается только пыло, пыло. Но вы все живы и не получаете урона. Спасибо, сфинкти. Вперед, чушпаны. Солдаты заливают своими телами улицу и подбирают раненых для того, чтобы как можно скорее отправить их медикам и вылечить для дальнейших боев. Демоны отступают и отходят на следующую баррикаду на восток. Еее. Отлично. Тут надо поумнее быть. Но на крышах домов остаются демоны-иглометы и тяжелые арбалеты-скорпионы. Угу. Это мы поняли. Как с этим работать? Информация принята. И обработан. Дорогая Валя, смотрите, у нас вообще у крысы и у вороны есть возможность проникнуть скрытно по ту сторону этого другого двора. Поскольку я маленькая и нескрытная, а ворона сверху пролететь может. Так. То есть мы вдвоем, в принципе, туда можем забаррикадой взлететь. И сзади их... Ворона не летает. В смысле не летает? Так. Это ворона, которая пешком с нами ходит? Это Кенку. Это раса Кенку. У них когда-то очень давно богиня отобрала крылья. Друзья, сейчас вы в дымке у разрушенной баррикады. Но как только дымка рассеется, демоны на крыше заметят вас. У меня есть в комплекте бомбы. Я могу кинуть же бомбу тогда вот туда на крышу. Секс-бомбу? Да. Осколочную. Она там всех затрахает. Кидай, кидай. Да, ребят. Да, Лусики, чтоб перетрахались. Это подвиг. Это подвиг. Это подвиг. Это подвиг. Доставить перетрахаться лучников. А если это бомба с афродизиаком и они на нас все еще пойдут? Не важно, мы убежим. Нет, мне очень важно. Меня вытрахают первую. Люциус, расскажи, пожалуйста, про бомбу. Все существа в квадрате полтора метра проводят спас-бросок ловкости. При провале получают урон 3D6. Это классная бомба. Нужно будет хитрым образом кинуть бомбу, чтобы задеть как можно больше противников на крыше. Смотрите, я беру, короче, заебало, щит темного стилина. Мы сейчас все люди можем их командовать. Я хочу стрельнуть сюда, чтобы здание обвалилось. Я, получается, не в них стреляю, а в основание типа крыши, чтобы они упали нахуй. И мы их рубанули здесь. Это будет довольно сложно. Тебе нужно найти уязвимую точку здания. Ой, кстати, уязвимую точку. А у меня есть такая тема. Я могу искать уязвимые точки. Отлично! Посмотри внимательно на противника, проведи проверку внимания мудрость против сложности, назначенной мастером. Если ты преуспел, то к урону по этому монстру добавь 1D6 урона. Мы немножечко пересмотрим эту способность. Будем считать, что ты будешь искать уязвимые точки в здании и покажешь с интериона, куда стрелять, чтобы она обвалилась. Да, мастер, вы бести. Но сложность назначу я. Это опять тянет на подвиг. Да! Почему ему все, она нечего? Сложность будет пятнадцатая. Кидай. Так, вот я своим красным кубиком. Внимание, у тебя плюс 4. знак Т на что? А, на внимание? На поиск уязвимой точки. Так, 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 а еще, кстати, можно было бы сделать заряд, ой, этот, зуб Монтикор, он бы нам дал что-то. Да, Да, давайте, чтобы точно проконало. Почему я такая бесполезная? Значит, я сжимаю вот этот винир Монтикор и там, что он? Тебя взяли, потому что пространство и прощу его, чтобы у меня все получилось. Должна быть женщина. Окей? Как ты просишь? Я твердо и упруго хочу, чтобы у меня все получилось. Мое, мое, мое слово бетон. Хорошо, у тебя есть Д6, добавь его в броску. 4. Монета есть. А можно монету, да? Хорошо, а это в обратно в человека бросать? Нет, не бросать. Уважаемая ассистесса, заберите, пожалуйста, монету. Ассистун! Пожалуйста. А как сказать в среднем роде? Еще холодненькая. Давай, давай, брат. Давай, ну что ж, перебрасывай. Давайте! Отлично! 24. Сфинкторион, Люциус показывает тебе уязвимую балку в основании крыши. Если попасть в нее атакой, крыша обрушится. Сделай атаку по 10-й сложности. Подвиг! 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 Прочитай, пожалуйста, способность. Я посылаю луч некротической энергии. Атака плюс 8, урон 4D восьмых. Получается 8 плюс 8. Сколько будет? 16. У тебя всегда 16. 16. Так и запишем. Это попадание! Твой луч разрезает здание снизу вверх. Ты режешь пополам несущую балку и крыша дома складывается. Демонов и тяжелые арбалеты заваливает обломками. Подвиг! 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 Уважаемая Систеса, золотая монета за подвиг. Монетку на базу! На базу! Я закрыл нас. Сейчас мы разбогатеем. А то, что он такой сексуальный, Ивачках, это разве не подвиг? В наше-то время! Он нашел, где помыться в этом городе. Подвиг! Подвиг! Он просто мытый. Мне кажется, вахтерша этого здания думает, что мы патриотический кружок какой-то просто. Ну не, она наоборот думает, типа, какой-то хуй в шубе, а и Джордж Буш. Что они там снимают? Друзья, что вы делаете дальше? А мы можем через обломки пройти, скажите, вот так вот, если мы обойдем, вот тут же здание разломано, мы можем через... Можем через обломки пройти? Да, можете. Тогда погнали, сюда, через главную улицу, на главную улицу выйдем. Там есть люк. Вот это люк? Да! А вон, смотри, вон там люк. О, давайте залазим в люк. Это же даже не видно было. Кидайте внимание. У меня внимание плюс 4, а у вас? У меня плюс 5. Давай я кину на внимание. Давай, давай. Отлично. Ты замечаешь этот люк? Я замечаю этот люк. А вы замечали этот люк? Из него кто-то выглядывает. Он вот так, типа, как аллигатор, вот чуть-чуть выглядывает. Только не говорите, что там кукушкин. Нет-нет, люк немного приподнялся, и там видно блестящие глаза. Потом, как только вы посмотрели в его сторону, люк сразу же опустился вниз. Он нас боится, боится. А ну не бойся, иди сюда. Вы подходите к люку? Да-да-да-да-да-да. Но я по-прежнему скрыт. Валя, дай ему леденцов. Глаза были огненные. Слышь, а ты смотрел кино, как зачищает спецназ? Давай люк, я приоткрываю, ты бомбу туда хуеришь, мы зачищаем, как спецназ заходим. Я против. Смотрите, если этот чувак прячется в люке, значит, это не демон. Он может нам помочь. Огненный взгляд не демон. Ну нет, это может быть какой-нибудь маг, блин, или волшебник, или Алена Шишкебаб, блядь, из прошлого выпуска. Мне по-четок кажется, что это злой какой-то. Я приоткрываю люк и говорю, что мы сопротивление. Помоги нас провести по этому люку. Кто бы ты ни был. Голос странный, хриповатый, отвечает. А кто спрашивает? Это я, Валя, блядь. Кто такая Валя? Из 14-й квартиры. Какая, блин, Валя? Я, я от Севстани. Так ты знаешь Севстанию? Да, да, знаю, знаю, знаю. Скорее прячься сюда. Все, ура, видите, я же говорил, не надо никого мочить, сразу мочить, мочить. Все, я только не одна, я с братвой. Они нормальные чуваки. А это кто? Ну, это крыса, там, ворона, блядь, там, ты животных спасаешь. Ты животных спасаешь? Нет, ну, у меня такая, типа, такая группа вообще, такая, мы вообще, это самое, да давай, все, мы все добрые. Мы из басни Крылова сюда. Мы все участники передачи Хочу к Меладзе, давай. Ты прыгаешь вниз? Вы все, я прыгаю вниз, да. Или спускаешься вниз по металлическим скопам? Я спускаюсь вниз по металлическому скопу. Скопам? Ну, лестницам. Ну да, мы все... Хорошо, договорились, окей. А мы можем все... Кто еще лезет? Все. Только я хочу скрытно туда полезть, вдруг там ловушка. Последним. Нет, просто... все по лестнице идут, а я прыгаю и мимо других пролетаю, пока они по лестнице, и такой, я хай, бля! И у меня меч, и у меня меч вниз такой, направленный. Ты пролетаешь мимо остальных и приземляешься на каменный пол, помещение напоминающего канализационный коллектор. О, Боже, нет! Не убивай! А! Все, спокойно, спокойно, не кричи. Спокойно, демонское отродье. Это наш друг, сфинкторион. Он ваш друг? Да, он... Сфинкторион? Да, он вообще нормальный Чуви, не переживай. Кидай запугивание. Да кто это? С преимуществом. Кто, я? Да. Так я не запугивал, я подружиться хотел. Запугивание с преимуществом. Э, хули мы с ним пиздим? Если он... Все, все. Если он меня боится, значит он демон. Все, я там сейчас. И еще один кубик. Бес запуган и падает на колени перед вами. Пожалуйста, не убивайте, я умоляю вас, я сделаю все, что вы попросите. Мы тебя не пришли убивать. Я проведу вас в храм. Да? Проведи нас в храм. Подожди, стоп, как тебя зовут? Я заключу с вами контракт, все что угодно. Как тебя зовут? Алан. Алан? Алан? Ты что, из фильма Адама Сэндлера, блин? Что? А, ладно. Алан, Телон. Короче, меньше пи***и, веди нас давай. Осетина. Ладно, ладно. Он быстро встает на свои ножки и с меня ими бежит. А контракт заключим с ним? Ну, он останавливается, но прежде чем я это сделаю, заключите со мной контракт, пожалуйста. Такое, давай, подождите, стоп, подождите. Давайте его просто за узком почешим. У меня есть опыт общения с риэлторами, покажи контракт. Показывай. Так у вас же контракт. Мы что, тебе, страховщики, что ли? Не хотите, ну хотя бы на словах, давайте договоримся, моя жизнь, а я вас веду. Хорошо. Отвечаем на пацана, давай. Он режет себе ржавым ножом руку, кровь стекает вниз и падает маленькими капельками и протягивает ее вам. Да ты что, дурак? Да давай веди. Ты ебанутый или что? Тебе 9, ты дурак? Да я знаю, что вы верите в контракты. Ты, блядь, Дамблдор, что ли, нахуй, Да какой контракт, что так кровью подписывает? Ты какой, блядь, сейчас все цифровое, блядь, собрался. Это с демонами так подписывают контракты? Ты нас наебываешь? Ты хочешь наебать нас? Нет. Ну тогда веди. Да? Если сейчас продолжишь пи***ть, ну, я дробовик вот возьму, типа, отстрелю тебя. А я еще кусну. Вот так я говорю ему. Ну все, мальчишки, уху, вперед. Бля, Валя пи***ть. Валя, да, она еще своим хвостом крысиным, как воззыв, вот так. Да. У тебя просто с собой чекушка. Нет, ты так сказал, как будто у тебя джип в другом культурном городе. Валя, где-нибудь гробнец. Это Валя, блядь, да, какая-то охота там. Давай. Морская пехота. Морская пехота. Это ж мы уже стареем, когда мемы забыли уже. Как бабки. Наталья, вот это охота какая-то морская. Ты че, блядь, яйцами пи***лся? Итак, что вы делаете? Мы говорим, Аллан, веди нас, пожалуйста, в храм. Ладно, хорошо, договорились, я отведу вас, но я умоляю, давайте, пожалуйста, не убивайте в нем. Да идем. Да уже сказали тебе тысячу раз, ты что, блядь. Демон ведет вас по парапету с левой стороны. Каменная дорожка возвышается над поверхностью воды. На правой стене вы замечаете надпись «Критический уровень воды». И вода находится ниже этого уровня. А также вы отмечаете, что в этом коллекторе нет характерного канализационного запаха. Тут очень чистая вода. Сейчас, скорее всего, зальет нас. Ну, короче, погнали, мы идем дальше, идем, идем, идем. Вскоре вы доходите до еще одной лестницы, но гораздо крупнее. Она ведет наверх. Алан. Да, да, да. Эта лестница отведет нас в храм. И как бросить курить? А лестница? Нет, она выйдет на территории храма. Сильно. Здесь нет ни одного подземного перехода, который бы мог вас прямо в храм туда занести, но вы можете миновать большую часть людей. Это ближайший люк к храму или нет? Ну, это ближайший, да, там колодец. Ты нас обманул, сказал, храм у нас выведешь. Ну, так к храму я и вывожу, это колодец, прихрамывай. Ты сказал храм. Пожалуйста. Смотри, ты сам прихрамываешь. У нас, у нас какой был договор? Давайте поднимите, боговода не поднимает. Ты нас ведешь в храм. У нас же не было договора, я же просил. И мы сохраняем тебе жизнь. Я же просил договор. Мы с демонами не торгуемся, мы их мочим в сортире. Мы сейчас, смотри, в сортире, в сортире. Я отрубаю ему башку нахуй, мячом. Стой, подожди, перед тем, как ты его ударишь, спроси. Смотри, я вот так стою. Да. Алан, а почему ты не с демонами остальными? Точно такой же вопрос хотел задать. Я добывал еду, я опрятался. Пи***ь, звучит как пи***ь. Это первый демон-цикло, которого я видел. И отрубай ему башку нахуй. Я очень боюсь смерти, не убивайте меня, пожалуйста, господин секториор. Ты как будто промазал. Это не подвиг, не подвиг. Подожди, а? Мы против демонов, нахуй. А сейчас, подожди, давайте быстрее поднимем. Ладно, я соврал честно, я соврал, пожалуйста, я просто хотел сбежать из города, я разведывал самый безопасный путь отсюда. Так, стоп, успокойся, подожди, как я понимаю, есть демоны боевые, есть искусители, наёберы, вот эти все. Пока наёбер. Давайте поднимемся, пока не поднималась вода. стоп, подожди, подожди, никогда не понимаешь, Алан, а почему? А почему? Расскажи, как устроена ваша раса. Это что за вопрос? Вы же всё знаете. Да ладно, подожди, ну а почему ты, почему ты не воюешь с другими воинами, там, демонами? Тебе ищут еду, когда он. Я очень боюсь. Это дерьмодемон. Там нет дерьма, там вода. Алан, а ты демон? Нет, я не демон. А кто ты? Я такой же, как вы. Ты типа человек? Да. Ру, ебанш его. Да, хуярю. Да почему он боится? Потому что все сражаются с демонами здесь, а этот хуярил где-то спрятался. Да он демон, у него глаза горят. Да это, блядь, искуситель. Давайте кинем его в воду. Санкт-Перион, атакуешь ты или нет? Кидай в воду. Я кидаю его в воду и смотрю, что происходит. Он падает в воду и пытается выплыть. И потом убегает. Потому что воды там по голень. Стреляй, стреляй в него из дробовика. Ребята, я не из дробовика, я хочу в него дротик с параличом. Вот, нормально. Атака. Бля в спину. Давайте, давайте. Ну, 17. Отлично. Ну что, он там дрыгается? Я делаю спас-бросок по выносливости этого беса. Он не прошел. и твой дротик, оказавшись у него на шее, заставляет его упасть лицом вперед в воду. Пес парализован. Да. Это не подвиг, там работают. Ребята, вы делаете мою уверенность твердой слишком. уже не надо. Ну, это вот спорный подвиг. Но подвиг. Короче, идем наверх. Ты выстрелил убегающему существо в спину. Подвиг. А то, что они пытаются наш город уничтожить, это ничего. Хотели бы вы это написать в газете? Мы в газете другое напишем. Я бы в газете написал... Он парализован и задыхается в воде. Спасибо! Нет, нет, мы напишем, что он его не в спину, а в лицо выстрелил. Я хочу сказать, что я бы написал, что когда его хотел убить сфинкторион, я его пощадил и просто сказал, лежи в воде. Да, вода это жизнь. И я такой... Да, я ему говорю, вот тебе, спа, отдыхай, все отлично. Он перестает трепыхаться. А, все. Не, блин, не, но я его переворачиваю, делаю вот так два раза на грудь, у него чуть-чуть вот тут выливается. Бросок медицины. Бросок чего? Медицины по мудрости. Блин, ну хуй его спасать? Да, я не пони... Щас, стой. Что просто фонтанчик увидеть? Нет, кидай. Честно, я просто хочу, чтобы люди кричали «ПОДВИГ! ПОДВИГ!» Десять. Так, отлично. И у тебя три мудрости еще. Ты стабилизировал его, но он парализован. Ты выливаешь из его легких основную часть воды, которой он наглотался. Обыщите его! Но он ничего не делает. Обыщите его! Но я его разворачиваю на спину, соответственно, чтобы он уже был в порядке, но парализован. С этим можно жить. Обыщи его! Я смотрю, что у него есть в карманах, и вот так, типа, руками залажу в карманы и смотрю, что есть в карманах. Совершая очередной подвиг, ты находишь бронзатор БС-100. Что это такое? Это автозагар, б***ь! Да. Что солнце? В храме солнца есть бронзаторы, они смывают грехи. А, в храме солнца. Ребята, ребята, до меня дошли слухи, что в храме солнца есть бронзаторы, и они смывают грехи. Блин, я реально, я, знаешь, вот это есть такое, что в голове что-то помнишь, и такое вот, но надо, вот что-то вот такое ощущение. Смотрите, я кладу бронзатор в кармашек свой, вот, и у меня бронзатор в кармашке. Имеется такое? Это подвиг, это 100%. А я вот так смотрю сначала у Корезнина на, сначала на... Люциус. Сначала на Люциуса, потом смотрю вот так на Ворона и такой, какого хуя происходит вообще? Что это было? Сначала мы его убили, потом мы его оживили, б***ь. Вверх полезли. Я встречаю это понимающим взглядом. Давайте я первая полезу, я крыса, я могу вылезти, меня никто не заметит. Давай, 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 давай. Я иду первая до верха, вылезаю свою мордочку из люка и смотрю. Яркий, огненный столб исходит из главного здания в глубине. Вокруг храмовые пристройки разных назначений, которые превращены в баррикады и позиции для ведения огня по улице и ближайшим территориям. Другие с небольшим пастбищем для скота и грядками с посевами. На них демоны прямо сейчас работают, возделывают их. Я вылезаю мордочкой и вот так вот как радаром смотрю, как подводная лодка. Что я вижу? Вижу, что вокруг много демонов. Перископ. Перископ. Да, очень много демонов. Короче, дорогие друзья, там куча демонов. Так, пока. Давай. Нам надо пробраться скрытно вот в храм. Ну давай заходим в храм. Ну как-то скрытно. Мы заходим скрытно в храм. Давайте я забегу в черной одежде внутрь храма и посмотрю, что там и расскажу вам потом. Давайте я это сделаю. Я крыса. Пойдем втроем незаметно, они пока посидят. Втроем незаметно. Крыса и втроем воронесса. Так у меня есть накидка, я невидимка вообще. А у меня черная одежда какого-то хуйя тоже считается скрытно. Все, короче, я надеваю накидку и прохожу в храм посмотреть, что-то на такое. Мы втроем туда идем. Тогда вам необходимо сделать броски скрытности. Поехали. В сумме сколько? 12. Я научился считать за игру. Хорошо. Черная одежда достаточно приметная получается. Она у тебя черная, но среда отражающая. А можно я переброшу? Можно я переброшу? Да это неважная штука. Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, монету. Все наши деньги хранятся. Они мне не разрешили. Они мне не разрешили. А, хорошо, тогда не надо. Нет, нет, мне просто... Сестресса, сорян. Валя, так в мой кошелек залезло, конечно. Блин, ну извини, так будет все наши деньги. Теперь ты можешь перекидывать. Я считаю, что... Все проходим. А почему вы не хотели давать мне шаг? А вот давать просто вот так безвозмездно денежку, это не подвиг. Представляете, он один пошел против толпы. Это подвиг. Это твоя обязанность. Подвиг. 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 Давайте. В смысле подвиг? Вот когда ваши мужчины вам будут дарить цветы, это подвиг, что ли? Или это само собой разумеющееся? Ты, если будешь жить так на красивую ножку, у нас одна монета осталась. Вы выходите в прихрамовую область. Да почему в прихрамовую? Мы нормально заходим в храм. Скрытно. Скрытно передвигаетесь между грядками, бочками и ящиками. Да, вот так. Никто вас не замечает. Вы подходите к главному входу. Что мы там видим? Он крепко заперт изнутри. Сука. У меня есть кошка с веревкой. Рядом с главным входом, друзья, вы ощущаете темную демоническую эманацию изнутри. Вам нельзя туда. У меня есть зелье против скверна. И туда можно заходить только если это зелье кинуть. потому что нам пизда. Так все, хорошо. А что делает бумажная роза Евнуха Дони? Это такой же полезный ответ. Это твой артефакт. А что он делает? Он дает тебе воспоминания. Вот, кстати, сейчас нам очень пригодили. Самое время, Валь, помечтать там у храма сейчас. А Евнухе? Ну нам, короче, если врываться, я считаю, нам если врываться, то всем вместе. Если вы не захотели с гранатой заходить в люк, давайте хотя бы через окно влезем по веревке как ОМОН. О, точно, в окно. О, там есть окна? Ну, по-любому есть, это же храм. Брось внимание. Могу я? У меня мудрость плюс 4. Давай, давай, кидай. Критическая удача! А вы меня игнорите! Везучая крыса. А что это? Это какое-то капитальное вау сейчас произошло? Сейчас произошло вообще бамбуча. Ну что ж, в окно, которое я влезу, мытое. Поскольку это критическая удача, я расскажу тебе обо всех местах, которые можно было бы проникнуть в это помещение. Давай! Это подвиг! Это не подвиг, это удача. Вдоль северной стены ты замечаешь несколько окон с витражами. Все они забаррикадированы, кроме одного. Видимо, не хватило мебели или утвари. Через него можно попасть в храм. Также ты замечаешь люк где-то наверху. Туда ведет лестница около купола. И в совом куполе есть дыра, откуда выходит столб огненного света. Скорее всего, можно пробраться и там. Нам нужно туда кинуть бомбу. Нам надо кинуть бомбу вот прям в этот люк. Да, но бомба у меня... Я могу, типа, добежать до вас, взять бомбу, добежать сюда, кинуть ее вверху, откуда идет адский свет. Попробую. Не знаю. Ну, как минимум, будет ярко. Как минимум, будет бомбом. Да, да, да. Короче, нет ощущения, что раз это боевое приключение, то тогда надо действовать красиво, чтобы бои были красивые. Через окно залезаем пятером и как форсажи вот так клином встаем. Я щитом закрываю. Крыса, ворона по бокам, женщину-ка и вообще, блядь, воспоминания включает. И чувак с дробовиком. Как будто лобби, блядь, в Call of Duty такое, знаешь, да, чисто у нас компания, блядь. Заселились в хостел случайно. Какую-нибудь красивую фразу скажем, что это наша последняя битва. Класс экстерна. Захуярим всех, либо умрем там. Вечерняя школа, вперед. Друзья, прямо сейчас вы слышите, как войска Геленбурга начинают штурм основных баррикад. О, чутка. Пока они отключены, самое время в храм проникать. Давай, давай, мы проникаем через окно в храм, погнали. Вам нужно сделать коллективный бросок. Скрытности по одному, пожалуйста. Окей, давай. Крыса, кинь, пожалуйста, второй кубик, поскольку ты маленький, у тебя есть преимущество. Да, это я помню. Ну, давайте поддержим. Не прошел только сфинктерион. Д6! 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 Он просто торчит в форточке, да? Ну что ж, давай. Оказывается, у тебя сохранилось вдохновение. У нас есть монета еще. Валя, да ты заколебал. Мы без него не разрушим, ни хуя. Нам надо этот, давай, давай, перекидывай еще раз. Давай монету. Я не понимаю, у меня уже в карманах сквозняк, Валя. Подождите, а у меня... А можно, вот, смотрите, у меня... У меня есть костюм для скрытого проникновения. Для крысы. Ну, хотя бы пенис прикроет. Натянем как-нибудь. Так, монет нет. Сфинктерион, твои друзья, используя окружение, бесшумно пробираются к окну храма и исчезают в нем. Но тебя, бесы, замечают и пятятся в ужасе. Я кидаю веревку с кошкой и подтягиваюсь нахер. В окно. Не нахер. То есть, ты игнорируешь бесов, которые заметили тебя? Я на всякий случай вот так в оконном проеме я когда, перед тем, как залезть в храм, я вот так со счета беру и шмаляю в них некротическим лучом. Проводи атаку. Короче, я понял, что мне не надо ни краса, ни обманывать, мне просто надо ебашить их и все. Отличный, кинь, пожалуйста, 4 до 8 урона. И возьми у Фила. Спасибо большое, коллега. Это десятка? Десятка до 8, да? Я в курсе. Это... Двенадцатка. Да я проверяю вас. Еще и все. Нет. Да вон он. Нет, нет. Прям последний остался. Она его не берет. Да, да. Подвиг! 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 Мы берем Фила в нашу школу. Я считаю, так... Для отсталых школы. Я считаю, так скрупулезно подходить к получению знаний, это подвиг. Да. О! И это? 7-7-4-6. И это победа! 24! Некротический луч пронзает одного беса, оставляя от него кучку пепла. Остальные тут же разбегаются в ужасе. Я в окно. Все, мы все внутри. Давайте ебашить демонов. Вот мое предложение. Ты там рассказывал, что мы встанем клином, там вот это... Да, да, да. У тебя был уже план, мы его придерживаемся. Да, да. Вот, я прыгаю, получается, в центр. Вот так вот со щитом, с мечом. и так всем лежать плюс сосать. И мы сзади все такие... Ну, более воинственно говорю. Мы как ангелы Чарли. Да, да. Короче, я сейчас ожидаю, что нас будут бить, наебывать. Ох, еб твою мать. Вот мы. Там уже какие-то демоны вообще. Похоже на нарды, честно. Ну, кстати, да. А мне как будто какой-то банкетный зал в Люберцах. Типа тут рассадка, столы, вот это... Вот здесь это друзья жениха сидят. Ну что ж, мы пришли к вам на свадьбу, чтобы устроить драку. Ведущий... 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 Ведущий Басков. Там где-то клавишник еще рядом. 15 лютых... Вот, вот. Да, вот он. Они же в дуэте. Вы вчетвером. Валя Ворон-Барон, Люциус, Крыса Лариса оказались внутри Храма Солнца. Почему вчетвером? Свингтарион немного занят пока. Он пока только лезет. Вытянутое помещение с высоким потолком. Внутри много разнообразных мелких бесов. Они прячутся за сломанными скамейками. В восточной стороне стоит статуя и смотрит в потолок. Изо рта она изрыгает поток огненной энергии. Вокруг статуи склонились в молитве демоны-жрецы. Справа, в Алькове, находится Орган. А в Алькове слева это северная часть. Шкаф с разноцветными сосудами. Вас пока еще не заметили. Погнали к сосудам. К мини-бару нам туда. Валя на стойке дегустировать будет. Будете ли вы ждать сфинктириона? Да не, он сам дойдет. Он опять зайдет со своим грохотом. Все его увидят. Давайте крыса попробовать одна. Давай, давай. Хорошо, у тебя есть преимущество для этого. Конечно, крадушите тигр. Может, там какая-то зелье. У меня, кстати, тоже есть вот исключение. И еще один кубик. Давай, брат. Отлично! Такое бывает? Крыса, Лариса, тебе удается прыгать между мебелью и... Куда крыса? ...с самыми темными углами, где прячутся бесы. Конечно. Я подбегаю к шкафу с сосудами и начинаю читать. Я умею читать. В Каменной Алькове ты обнаруживаешь стеллаж с кучей зелий. Ты практически все из них знаешь. Одно из них увеличение, другое уменьшение, полета, формы газа, силы гигантов, великое влечение, благословение, ускорение, жидкая удача, амнезии, феликс филичос, зелье окаменения, полная трансформация себя и зелье уязвимости. Я пью все! Что-то ебанное, знаешь, такое. А он может украсть все, ну, взять все и к нам отнести? Лапки не могут. За раз крыса вряд ли сможет взять столько баночек. Ты можешь взять два. А, рой крыс! Отлично! У меня есть рой крыс. Призыв крыс два раза. Я пока еще не делаю. Призываю рой крыс из 2D4. Кидаю 2-4. Давай! Милые мои крыски, сейчас будет для вас полная трансформация меня. Четыре! Четыре крысы. Четыре крысы по две лапы. Восемь сосудов могу забрать. И я. Десять. Какие зелья ты будешь брать? Я не запомнила, блядь. Короче, точно, полностью перевоплощение себя, увеличение, уменьшение. Жидкая удача. Жидкая удача была? Полная трансформация. Уязвимости. Благословение. Полета. Прокажу жидкая удача нам. Сила гигантов. Лечение. Еще две. Спрайт возьми. Скорости. Давайте вы на ходу придумывайте. Большущего пениса. Чтобы крыса не могла идти, а просто на нем лежала. А давайте сейчас все напьемся разных зелья и как дадим им пи***юлей. Ребята, впервые в нашей игре мы играем бухими. А это неправда, в этом шоу не наливают. Ну а пока ты набираешь зелья, мы переходим к Сфинтериону. Ты подтягиваешься на веревке и оказываешься в проеме окна. Но ты чувствуешь энергетический барьер, который не позволяет тебе попасть внутрь. Что ты будешь делать? Я кидаю зелье против скверна на пол храма и спрыгиваю туда. Фиал падает на пол и разбивается на мириады осколков. И тут же черная субстанция расползается по полу. Герои, как только она касается вас, вы прозреваете. Вы больше не видите в храме бесов. Это обычные, испуганные горожане. А энергетический луч из статуи поддерживают жрецы храма солнца. Жрецы кричат. Войны, защитите храм солнца. Он осквернен. То есть мы убиваем нормально? А вот, кстати, не убиваем. Мы одного оставили в воде лежать. Он нормально с ним все. Подвиг! 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 Можно дать монету. Это я его перевернул. Он лежит там, артезианскую воду пьет. Ему хорошо. Он уже там разбух, как доширак, блин. Ты не, блин. В этот момент вы слышите крики людей снаружи и стук в двери главного входа. Горожане поднимают засов и впускают в храм окровавленных солдат Геленбурга. Демоны прорвали оборону. Скорее забрикадируйте двери! Люди и солдаты начинают заваливать дверь всем, что попадается под руку. А затем вы переводите взгляд на Сфинктериона и видите красные глаза, горящие под его очками и огненную корону на голове. Перед вами не просто Сфинктерион. Теперь он падший рыцарь. Чего, блядь? Итак, Сфинктерион, что ты хотел сказать? Чего, падший рыцарь? Ты должен сказать, как вам мой новый прикид, чуваки? Что такое падший рыцарь? Это мы не в Хобарте. Тут Валя с шотами появляется такая еще на стоях. Вы все это время убивали обычных людей, которых должны были защищать. Мы никого не убивали, мы одного просто... Мы дом взорвали и все, там никого не было. Мы, мы впрямую... Там палка сама рухнула, сейсма опасный дом. Смотрите, господин геймастер, мы бросили бочку над ними и взорвали. Уже нет никаких мы. Их убили... Сфинктерион. Это сделали мы как раз. Когда ты разбил фиал, он осквернил храм и теперь сюда могут проникать демоны. Я достаю бронзатор! И что ты делаешь? Я надеюсь, там много литров. Насколько я понимаю, ситуация следующая. Во-первых... По-моему, она паховая. Подожди, нет. Нет, наоборот, пока что хорошая. Он один в окружении нас против него. Он один пока. Те еще не пролезли. Надо его пиздануть, скорее всего. Так зачем мы его... Мы бронзатором намажем его. Он типа... А, я бронзатором мажу свинктериона. Так я в окне... Подождите! Парчи рыцарь, это не есть плохо. Все, я понял. Не сказали, что это полная х**та. А я вообще просто не понимаю. Смотрите, вокруг этого столба и так стоят наши. Уже не наши. Ваши. Наши. Парчи, тебя свернить храм. Нет. Блин, я еще в маске пусирает. Надо снять это. Это сильно. Друзья. Русская душа, пробудись. Давайте еще раз объясню, что произошло. Когда сфинктерион разбил фиал, вы прозрели, потому что зелье рассеяло и чары света, защищавшие храм, и очарование, которое владело вами. Теперь вы видите происходящее в реальности. А реальность состоит... Какая реальность-то? А какая есть вот... в том, что жрецы сейчас пытаются спасти последний оплот Храма Солнца? От кого спасти? От демонов. А где демоны? Они снаружи. И вы помогали им все это время. А, ну все, не пускаем демонов. Так мы, блядь, соучастники, что ли? Блядь, блядь. Стой, я на момент... Еще на моменте с бочками на спины надо было догадаться. Хуйня, план был. Уважаемая ассистенция, дайте, пожалуйста, золотую монету. Негодяй. Две монеты, две. Спасибо. Спасибо, спасибо. И Сентурион теперь за них. Он демон. Демон. Верно. Пладший рыцарь. Демон! Источник света все еще бьет вверх, накрывая куполом город. Что ты делаешь, Сентурион? А, этот источник защищает этот город от демонов. Я думал, это типа большое кварцевание какое-то. Нет, это, знаешь, они же так по кругу стоят и им эти трубки в рот. Жители Геленбурга накрыли город энергетическим куполом, чтобы демоны не могли вырваться в земной мир. Вы помогли Сентуриону осквернить храм. И последнему оплоту людей скоро придет конец. Они врывались в этот храм, чтобы из-за купола вырваться дальше на всю поню. Все верно. Сентурион, ты это знаешь? Уважаемые зрители ПЧК, вы верно задаетесь вопросом, какого х**а происходит. Сейчас постараюсь вам объяснить. Надеюсь, вы видели мем, где крысу прижимают к стенке и написано «Ты крыса». Да, я крыса. Так вот, это про меня. Значит, сегодняшняя моя мотивация. В реальности город Геленбург поднялся из ада не благодаря подвигу его жителей, а по воле темного властелина. Там, внизу, в преисподней, я предстал перед ним. На самом деле, ему не нужен земной мир. Он хочет уничтожить мир небесный, тех, кто считает себя богами. Темный властелин нам не враг. Значит, нам нет причин умирать. Да, я заключил с ним сделку, он дал мне силу, а я выиграю последнюю битву в истории, которая положит конец всем распрям. И тогда мы сможем жить с нашими женщинами и рожать детей. Я уничтожу любого, кто встанет у меня на пути, но для начала мне нужно сломить последний оплот людей в Геленбурге. Погнали смотреть дальше. Я просто не думаю, что если вы сейчас соберетесь, даже вы меня захуярите. Потому что я пиздец оверсильный. Так а у нас и бомбы, у нас и зелье, мы тебе точно... Чувак, чувак, не запугивай нас, я еще хлебный мякиш не доставал, если что. Не надо, пожалуйста, окей? Давай без этого. А что за хлебный мякиш? А это есть такая штука. В этот момент в двери происходит мощный удар тарана. Они трескаются, но солдатам пока удается сдерживать натиск. Да пусть он подождет, вырисавшись. Короче, господин геймастер, я думаю, нехуй больше прикидываться. Я беру щит властелина и делаю множественное внушение жрецам Храма Света, чтобы они уничтожали эту хуйню. Я внушаю нескольким существам определенный курс действий. Спас бросок мудрости 16. При провале существа совершают действия. Заклинание заканчивается, если жертва выполнила задачу или получила урон. Пять жрецов подверглись твоему внушению. Как будет звучать команда? Раз, два, три. Уничтожить защитный купол. В свой ход пятеро жрецов будут уничтожать купол. Нужно стереть все границы нахуй. И пускай будет битва добраться злом глобально. Так мы погибнем. Не погибнем. Вообще четвером погибнем. Нет. Там идет войска. Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, золотую монету сфинктериона. За что? За следование своей легенде. Короче. За что? Как тебе объяснить? Ты слушал Джона Леннона когда-нибудь? Есть песни Imagine. Когда нет ни религий, ни границ, никаких вообще постулатов, тогда людям не за что сражаться. Мы стираем этой хуйней все границы. Пускай будет одна глобальная война, после которой все будут жить дальше. Это Imagine All The People? Вот это? Да. А я, значит, обольстительница, а он мужского пола. И я такой эй, эй, погоди, ковбой. Так я его переубеждаю услом... Хотя нет. Давай. Подожди. Валя, я правильно понимаю. Ты присоединяешься к нему? Валя! Ты присоединяешься к Свинтериону? Валя! Я присоединяюсь к злюкам! Валя, дешевка все мои деньги спустила! Ушла! Ты присоединяешься не к злюкам, а к шлюхам! А какой мужчина там, горящими глазами? Ты на меня так никогда не смотрел! Я тебя назначу министром шлюх! Ты моя верная крыса! Я тебя хоть раз подводил? Я трансформировался как герой и я знаю, что я делаю. Потому что так как придет зло в мир, значит придет и добро и будет глобальная война. Поэтому присоединяйся ко мне и будь со мной до конца. Так ты будешь на стороне зла! Мы не будем ни на какой стороне. Мы сотрем все границы. Нету, блядь, добра и зла. Это всегда противостояние. Смотрите, за стеной демоны. Тут остатки людей. Надо же защитить остатки людей. Я пытаюсь сделать, чтобы не было ни добра. Все, я каргану я тебе верю, мой господин, и я бью ворона. Кидай! Атаку! Чем ты его бьешь? Так, ребята! Все, короче, время подвига! Две бомбы у меня лежали! Ходим по очереди. Валя, чем ты бьешь? Катарам плюс пять атака, и еще у меня там ложбинка для яда. Это неожиданная атака. Два до двадцатых кубика. Бросай их. Валя, поехали домой. Критический неудача. Она не перебрасывает. Честно говоря, я поступил как сука. Нормально. Она не перебрасывается. Броня барона-барона четырнадцать. Четырнадцать, не пробита. Поэтому, к сожалению, ты не попадаешь сэм Катаром. У тебя остается передвижение. А куда мне? Ты з*** отсюда. Я еще пробовал. Давай. Вставай за меня. Я, если что, считаю, тебя защищаю. Я защищаю. Я за этим, да, за своим мужиком. Так. Отлично. Ой, это еще лучше. Это еще лучше. Сейчас мы их пизданем. Отходи. Я перед этим имитирую голос Сфинкториона и говорю, не уничтожаем купол, я передумал. Ну, типа, пизданут его. Ворон, Ворон, к сожалению, это так не работает. Это магическое заклинание, а у тебя просто мимикрия. Ну, тогда я просто... Кар-кар-кар. Кстати, если что, не обессудьте, я вообще не хотел так. Не, вообще, да. Смотрите. Че-то буксануло. Короче. Ну, чей ход. Я тогда голосом Сфинкториона просто говорю, я кусок говна, который предал своих друзей. И что ты делаешь? Просто так это себе настроение поднять. Господин геймастер, это действие. Не, это так. А почему ход-то? Чей ход? Он не кидал кубик, поэтому это не действие. Господин ведущий, подскажите, что делает бронзатор? Снимает все грехи? Он как святая вода. Чтобы он сгорел, да, я обливаю этого Сфинкториона бронзатором и надеюсь, что он вернется к нам совершенно другим человеком. Тем, кого мы знали весь этот год. А я, блядь, куда? А Валя приползет ко мне на коленях. Борись за меня. Борись с ним. Борой уют. Ты вскрываешь тюбик и бросаешь его в сторону Сфинкториона. Кидай Д-20 кубик прибавь модификатор ловкости. Восемь. Монета есть перекинуть? Сколько у тебя? Да. Монету перекинем. Уважаемости Стесса, заберите, пожалуйста, золотую монету. Господин ведущий, прежде чем барон Ворон кинет, я хочу вдохновить его. Барон. Барон, хорошо, давай. Это что будет? Заряд на успех, да? Верно. И одна из крыс дает ему жидкую удачу. Нет, только в свой ход. Этот уже в свой ход. Барон, барон, ты лучший, это уже не исправить. Давай! Кидай еще Д6 сразу. Д12. Д6. Броня сфинкториона 19. Бронзатор летит по дуге и попадает ему на грудную плиту, бьет с донышком и отлетает в сторону. Я же знаю, надо выбирать сильных. Я подбираю бронзатор на всякий случай. Еще раз кидану его. Чей ход? Мне надо повторять. Это плюс это. Люциус, теперь твой ход. Господин мастер. Да, да, я слышал. Значит, когда я стал охотником на монстров, мне пришлось отказаться от образования. Поэтому у меня несколько общих сначала вопросов. Вот, если я брошу бомбу туда, к сфинкториону и этой потаскушке Вале. Не надо. Ты заденешь двоих. Ну, их только задену, а мы-то там в безопасности в нашем трио, да? Все верно. Ну, чего? Я могу бросить бомбу туда. Нормально, у меня щит. А можешь подобрать еще мой бронзатор? Он валяется там. Я не дотягиваюсь. Просто не мой ход. Он валяется, Если ты рассчитываешь такими действиями в меня вернуть, это вообще... А ты знаешь, как низко? Это низко с твоей стороны. Атаковать моего нынешнего это низко. У меня горит корона. У меня щит, который разъебывает всех и спепеляет. Они в меня кинули автозагаром, блядь, промазали и такие «Сейчас мы его захуярим, значит, и всех спасем». У меня тут армия демонов, блядь, в дверь стучится. Так, что вы ему хлопаете? Так, стой, стой. Апустите... Какова гарантия, что как только... Бучка! Какая гарантия, что демоны, которые прорвутся, сюда не пи***нут нас и пойдут... Люцус, твой ход. Я хочу, чтобы эта пигалица Валя за все ответила. Оставь меня. Я была нечаянной с тобой. Знаешь, почему ты меня не привык... Какой хуйня вы занимаетесь, господи? Знаете, почему я ушла от него? Да потому, что он любит себя больше, чем меня. Посмотрите на эти кольца. Потому что ход, твой ход, это ход победы темного. Это не победа темного. Я вообще не выбираю сторону. Если не будет ни темной стороны, ни светлой, вообще не за что... Ты уже на темной стороне. Не за что будет воевать. Я границы стираю. Это граница. Это ты придумал себе сказку про границы-то стираешь. Все, все. Ты на границе темных. Смотри. Все, все. Инктарион для меня дарк-энджел. Его надо сейчас... Вы либо ходите, либо что там? Стой, стой, стой. Секунду, секунду. Сверых не бывает. Либо белый, либо черный. Секунду, смотрите. Выбирай, блядь. Или я ни хера не понимаю. Как у тебя деть хочешь? Мой ненаглядный, я твоя. Мой ненаглядный, воль моя. Я тебе просто на всякий случай скажу. Вот смотри, мой аргумент. Если переубедишь, я за тебя. Херст. Вот перед тем, как ты скажешь, посмотри туда. Это твоя команда. Да, конечно, я понимаю. Вот эти два человека. Я лучше умру, держась за руку со слабыми, чем буду лизать жопу сильным. А чего ты взял? Чего ты взял? Уважаемая сестесса, дайте, пожалуйста, золотую монету. Ворону-варону. Нет. Подвиг, 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 подвиг. Нет, смотрите, я быстро объясню тем, кто еще сомневается. Я хочу сказать, что зло с добром борется. Зло это демоны. Стой, демоны есть? Ну, они сейчас заперимят. В данный момент, да. Демоны есть. Есть демоны, есть добрые силы. Да, и если мы поменялись местами, изначально мы шли, как люди, взорвать эту штуку, чтобы вырваться из этого города и спасти людей. Сейчас все поменялось. Значит, демоны... Разрывать эту штуку, чтобы демоны разошлись из этого купола по всей пони. и начали пи***ть людей. Правильно? Такая цель. И если их цель пи***ть людей по всему миру, факт, что они будут пи***ть людей и тут. То есть, как только мы это сделаем, они убьют всех, кто тут находится. Конечно. Нет, нет, вам это кто сказал? Нет. Сфинктерион, можешь ли ты гарантировать их безопасность тем, кто присоединен к тебе? потому что официально мы на темной стороне. Он уже гарантирован одному парализованный в канализации пи***ть лежит. Мы его отпустили. А он не дошел. Он в храм-то нас не завел. Люциус, твой ход. Я кидаю бомбу в Сфинктериона и Валю. А с чего ты вообще решил, что мы были вместе вообще? Что, ты мне всю игру тут на кой пах гладишь? Сфинктерион, Валя, но вы теперь понимаете, что необходимо сделать проверку ловкости с подбросок от бомбы, которую вас кинули. А кто кидает, я или Сфинктерион? Вы оба. Валя. 11 плюс 3, 14. Отлично! Вы оба прошли. Куда? Куда прошли? Люциус, кинь, пожалуйста, 3 Д6 урона. Половина от него пройдет по Вале и по Сфинктериону. Давайте. Люциус, ты бросаешь бомбу, но Сфинктерион успевает выставить щит, чтобы защитить себя и Валю от взрыва. 4 урона. Короче, мой ход. Я просто заебалась. Меня предают все эти приключения. Я сидела и думала очень долго. Какой объем храма? Как вы думаете? 100 на 60. 100 на 60. Подвиг, подвиг. Выжил. Дорогие друзья, у меня в лапках есть делье полной трансформации себя. Я выпиваю ее. В кого ты превращаешься? Опиши. Кислотный куб размером 100 метров ровно на это здание. Зелье трансформации может превратить тебя в существо размером не более обычного гуманоида. И увеличение выпиваю с двух рук и занимаю все это ебанное пространство. Пускай я не буду разговаривать, но зато я все это сожгу в чертовой матери. Себе. Крыса Лариса, а давай я задам тебе вопрос. Ведь ты столько времени с Финтерионом. Да? И он, ну тут просто предательство и все. Блять, кого я предал? Меня. Объясни мне, в чем? Меня. А ты не веришь человеку, который... Нашу идею. Вот в чем, в чем была наша идея? У нас был храм, у нас был дворец. И каждый раз на всех веках были войны. Мы сейчас пытаемся стереть границы, чтобы не было ни добра, ни зла, чтобы все войны закончились и больше никогда... Это подмена понятий. Это хороший тост. Это подмена понятий. Тогда действуй. Тогда действуй, если это с тобой не соотносится. Я тебя не предавал. Я забочусь о своих людях в этом королевстве. Как? Уничтожи их? Я хочу прекратить войны раз и навсегда. Запуская сюда, в этот храм демонов, ты уничтожишь всех людей из Геленбурга, живых. Ну, правда ведь? Да! Скелет упал! Скелет дела, говорит. Все погибнут. Этот купол накрывает город. В нем демона. Они хотят выбраться отсюда. И у них цель одна. Противостояние добра со злом. Мы им нахуй не нужны. Они сейчас уйдут и люди больше никогда не будут, блядь. Нет! Граться ни за что. Конечно! Хорошо, действуй, как ты считаешь нужного. Нет, ты можешь... Нет, нет. Ты можешь делать как хочешь, только не забывай, что любые твои действия влекут за собой последствия. У меня цель прекратить все войны. Все, если прекратить отгони своих этих вот этих... Раз ты хочешь, не запускай их сюда. Я не главный демон. Ты главный демон? Нет. Ты главный демон? Отгони этих хуйплетов и мы тебе поверим. У меня есть только щит. Нет, он падший рыцарь. Я падший рыцарь. У меня цель... А я падший кто? У меня цель... Женщина. У меня цель прекратить войны на моих землях. Девушка! У вас цель... Я еще не рожала. Убить меня. Если вы меня убьете, знай, что я тебя не предавал. Все. Можешь действовать. Пожалуйста, скажи мне, что ты в итоге делаешь? Ты можешь выпить только одно зелье. Сила гигантов. Не становишься гигантской крысой. Нормал бы. Нет, нет. Она становится только сильной крысой. Выпиваю зелье силы гигантов. Ватаю бронзатор. Бля, какая тупость стать суперсильным и взять маленький тюбик, бля. Потому что я силой ударю его по нему. Ну давай. И он разобьет его броню в девятнадцать. Давай, давай, давай. Вотрет. Давай. Давай вот так в лицо ватру. Зая, убивай его. У вас есть цель, действуйте. Выпив зелье, ты ощущаешь прилив энергии. Растут мышцы, вздуваются вены. Ты чувствуешь стальную мощь в своих лапах. Твоя сила теперь двадцать семь. Да. И я... Простите, простите. А теперь она равна плюс восьми. Чтобы было проще. А как можно это перепутать? У тебя плюс восемь. Мешочек с цифрами порвался у него, вываливается просто. Атака, атака и укус у тебя будут теперь плюс десять. Хорошо. Я хватаю тогда со своей гигантской силы, хватаю выпавший из рук кенку флакончик с бронзатором и разбиваю его о броню в сентарионе. Кидай. Д-двадцать. Неужели? Сейчас что-то произойдет. А я выставляю щит. Хорошо. Девять. Это шесть. Это шесть. Точно, это шесть. Внизу. Перекинуть нельзя? Монета есть. У вас есть монета. Есть монета. Откуда монета? Откуда монета? Откуда? Уважаемая сестесса, заберите, пожалуйста, монету. Да это наша монета. Да пускай. У них есть цель, пускай действует. Подумай, кто за демонов, а кто за добро? Я... Давай. Кто заботится о народе, а кто за демонов? Ты о каком народе заботишься? Пускай их сюда, ты убиваешь всех. Сань, я не знаю уже, как объяснить действовать. Тупые либералы. Нет. Но вы работаете по другой системе, ребята. Девять и выше. Дарита! Дарита! И это девять. Попадали! Один Д4 плюс один Д10 и плюс восемь. Своей маленькой, но могучей лапкой ты пробиваешь шелатный доспех сфинкториона. Бронзатор попадает ему на кожу, раздается шипение, кожа вздувается волдырями, будто от ожога. Сфинкторион, сколько здоровья у тебя осталось? Одно. Один, но у меня есть еще второе дыхание. Дорогой мастер игры, как работает бронзатор? Если мы поднимаем, если он избавляет его от всех грехов, то нужно вернуть его обратно в шелтариона. Мы снимаем с него грехи. Бронзатор не может расколдовать шелтариона. Он работает, как святая вода. Ищадий он обжигает и наносит им урон. А сейчас ход жрецов. Пятеро жрецов атакуют огненными заклинаниями статуя. Статуя взрывается мириадами осколков золотистого металла. Энергия выходит из магического артефакта и рассеивается. Волна призрачного света расходится кольцом во все стороны, проходя сквозь колонны, стены и остатки баррикад. Примкните ко мне. У Геленбурга больше нет защитного купола. Сефирион, твоя миссия выполнена. Мне что нравится, что там за меня люди, а здесь такие нет, убей его, соси. А у меня есть песня «Я у...» Мои люди, как будто пора примкнуть. А у меня, у меня, у меня есть песня «Я у твоих, но...» А теперь ход демонов. Заходи. Мощный удар только что кажется, будто волна тьмы захлестнула храм. Я поднимаю щит и прошу демонов, чтобы они не трогали этих людей. Нормально. А я в этот момент говорю, ты самый мудрый, и твои решения самые лучшие. Я шлепаю ее по жопе. А я говорю вот так, дурак. Кидай у шлепок по жопе Д20. Крупный демон подходит к тебе. Он выходит вперед, раздвигая море демонов. Они не сдадутся сфинктерион. Никогда. Их надо убить. Они держались, кот. Не надо. У нас был уговор оставь людей в покое. Я сам с ними поговорю. Они поймут мой замысел. Они все еще верят мне. Я хочу им хорошего. Мы будем жить спокойно, а вы занимайтесь своими делами. Это мои люди, я за них ответственен. Скажи, это мои люди крысы и вороны, чтобы понять не было. Мои люди, это скажу Ольга Бузова. Мои люди, это все эти существа. Но в большей степени вот эта шлюшка. Это я. Хорошо, сфинктерион. Тебе за них отвечать перед темным властелином. Это тот с большим хуем. Что? Я не хочу перед ним отвечать. А я с радостью отвечу. Они точно на твоей стороне? Да на какой бы они стороне не были, мои люди, какая разница. У нас демократия. Пусть каждый присягнет при мне. А присягнет кому? Сфинктериону. А, ну давайте-ка, давайте. Сфинктерион, можно я там дротиком его уже, это, бахну, сон разгасывал? Я уже не знаю, как вам что объяснить. Смотрите, ваша жизнь в ваших руках. Если вы сейчас не присягнете, вам когда? Так, я имитирую звук вот этого типа и говорю, что я полностью согласен, и я пошел отсюда. Они пусть разбираются тут. Зачем ты пародируешь меня, ворона? Я не пародирую тебя. Я убью тебя. Не надо. Ты не убьешь меня, ты пообещал Сфинктериону. Дай кадык возьму. Присягни. Поцелуй ему меч. Сука, только попробуй поцеловать его меч. Когда клювом звонка должно быть. Я сзади не присягиваюсь. Так что ты делаешь, ворон-борон? Ворон-борон что делает? А что нам делать? У нас нет шансов? Сфинктерион! 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 На той стороне люди смотрели тесака. Нет, ты что? Мил, я не буду целовать. Ты же не хочешь из ворона в калибре превратиться? Ты что? Я не Вова Адидас, чтобы на коленях извиняться. Конечно. Вот так. И вот так, знаешь, как крылья расправив пешком оттуда пошел. Ну что, Сфинктерион, это точно твои люди? Да. Короче, смотри, я что думаю? Если мне суждено умереть, то пускай от их рук хер с ним. И тогда сам с ними разбирайся. Но пока я жив, я считаю, они тоже должны быть живы. И крыса образумится. Фак ю, блядь! И этот... Нам этой подачки не нужны. Леплю из хлебного мякиша хуй. Подождите, господа. Я правильно понимаю? У меня есть зелье полета и ускорение. Даю ему ускорение себе полета. Блядь, я столько лет. А я с мачетой остаюсь один там. Выберем меня за руки и улетаем. Блядь, классно, мы спасли человечество, а в живых остались только крыса и ворон. Я даю шоты себе ускорение полета, а ему даю... Что там осталось в бане? Жидкого успеха, жидкой удачи. И мы втроем просто пули, как будто бы после этого клизмы... Я просто скольжу. Я правильно понимаю, что ворон-барон и крыса Лариса хотят сбежать отсюда. И Люцию забрать. Друзья, это очень сложно. Прямо сейчас все это место находится в опале демонов. Игольчатые демоны будут расстрелить вас на всем пути отсюда. Но вы можете попробовать. Можно будет кинуть до 20-й кубик ворону-барону. Но сложность будет очень высокая. Я просто ва***, что мы столько прошли с тобой и столько пережили. Я ва*** от тебя сейчас. И ты такая, б***ь, от сосока я ковбою. Какому ковбою, б***ь? И мы еще покрасим моего господина. Ну, милый Монс Викторион, что ты делаешь вообще? Простигала, наверное. Ты переобулся прямо в путешествие на пороге. Вы можете не присягать? Я не... Я не переобулся. Как не виноват? Я не переобулся. Я изначально, с самого начала путешествия был таким. Сложность. У меня сегодня задание со скрытой мотивацией. Пошел ты нахуй тогда. Мне всю игру надо было вас наебывать, и я это сделал. Ты наебывай дальше, б***ь. Демон, вмешивается ваш спор. Давай, убьем их. Убивай. Нет, не надо. Итак, друзья, вы пытаетесь бежать, напоминая, что в помещении находится целая орда демонов. Их шипы, стрелы и заклинания будут направлены на вас. Ворон-барон, сложность будет 18. Если ты не бросишь сложность 18 от ловкости, вы все втроем будете мертвы. А из-за чего мертвы? Их убьют демоны? Расстреляют. А, расстреляют. Посчитайте, какой шанс выкинуть. А жидкую удачу, если я ему кину? Жидкая удача даст плюс один броску. У меня клык есть. Вот и возьми на него. Сколько раз ты уже использовал клык? Ладно, крейзи, словил. А почему демоны вообще какие-то типа ну сразу плохие? Может они борются за свои интересы тоже? Представляете, это много... Почему? Почему вот ваша ебливая толерантность не толерантна к демонам? Потому что толерантность сама по себе не может быть толерантна. Это в этом ее парадокс. Какому нетолерантна к демонам? Вот, вот, вы нетерпимы к демонам. Почему? Что вам сделали демоны? Кто назначил демонов демонами? Убили людей. Давай так. А кто сделал демонов демонами? Вы со своими добродетами. Да не они, а ангелы назначили. О, да. Кто-то стал богом, а кто-то демоном. Надо ангелов пойти, да. Как будто в пивнухе в 5 утра сижу сейчас. Это последние люди. Да. Смотри. Ладно. Лучше умереть тогда, окей. Смотри, у нас шанс. Клим Саныч. У нас шанс либо умереть втроем, либо очень маленький шанс спастись. Но что мы будем делать? Нет, если мы спасаемся, это мы присягнуть должны сейчас. А смысл? Нет, преклоняться я точно не хочу. Смысл преклоняться перед чем? Сейчас они опять. Смотри, даже если мы преклонимся, мы всегда для них будем чужаками. Конечно. Не будете? Пробуем. Давайте пробуем. Ну так что, что вы делаете? Опиши. А заряд на удачу ты будешь брать? Да, конечно. Такой шанс попадает только раз в жизни. Тогда ты получаешь еще до шестой от заряда на удачу. Расскажи. У меня есть жидкость полета, жидкость ускорения, жидкость жидкой удачи. Мы каждый выпиваем по ней и если что-то все случается, все хорошо, мы просто если выпадает больше, чем 18, мы просто тупо вверх улетаем втроем за руки держась. Тогда у вас есть плюс один к броску от зелья удачи, преимущество от зелья скорости и один до шестой от заряда на успех. Люциус, говори мотивацию. Мы сегодня не проиграем, просто наш стержень станет чуточку толще. Вы проворачиваете это за пару секунд, выпив зелье, вы взмываете воздух и улетаете в разбитый витраж. Вы проиграли, но не сдались и улетели в обстреливаемое небо Геленбурга. Подвиг! 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 Дайте золотую монету, пожалуйста. А вы заметили, как шлюшка взгрустнула? Потому что будет у всех демонов сосать. Швингтарион. Я не просто так буду сосать. Швингтарион, твоя миссия выполнена. Силы тьмы одержали верх над Геленбургом. Поздравляю тебя с этой темной победой. Твоя армия может выдвигаться в понию. Было сегодня довольно тяжело. Клево. Да, у меня просто осталось последнее. Спасибо, Дарья. У вас же там 17? Ну, то есть у вас прям очень много удачи. Вы не могли бы типа вот вернуть. Пойдем, пойдем. Вы не могли бы вернуться зацепить еще человечка. Но злые силы все еще помогают благотворительным фондам. Поэтому вам необходимо кинуть один Д6 для того, чтобы добавить в общий фонд золотых монет. Валя, ты как победитель этой игры кинь, пожалуйста, Д6. Я победитель. Вот Д6. Я победитель. А есть такой фонд борьбы с пиздежом? Либо хотя бы на осушение пиздеж озера. Возможно такое? А кому я напи***ал? Я что-то вам обещал. Я не тебе говорю. А, ему, да. Ты милая будешь... Я всего лишь на работе. Валя осталась со своим господином. Я осталась со своим господином, потому что я преданная. Вас трое? Вас осталось трое. Саня, Илюха, Фил. Выбирайте, кто будет делать одно плюс другое. Распределите роли между собой. Валя, Валя, мне... Уважаемые сестесы, дайте, пожалуйста, еще две золотые монеты. Вот тебе и силы зла. Итого у вас 30 тысяч рублей вы можете отправить в любой фонд. 40, 40. У меня еще монеты, потому что я спрятал, чтобы они не перекидывали. Все верно, отлично. Мы называем это ход Кукушкина. А можно задать вам хоть один вопрос? Задай. Один вопрос. Вот вы улетели. Куда вы улетели? Зачем вы улетели? Мы же сейчас все поднимемся туда. Они просто... Они просто релацировались. Все нормально. Не, мы чисто эти... Ворон, мыши, ковбой, мы стражи галактики. Новая просто. Просто енотика. Хочу сказать следующее. Двухдневная рабочая неделя. Каждому из вас PlayStation 5. Горячий обед, лучший, алкоголь. Никакой ответственности. Если кто-то хочет примкнуть на сторону зла, дайте шуму. Играем по сетке сегодня. А внимание. Так, стоп. А кто... А кто забор на крысу и люциусу? Тогда мы всех вас берем сейчас на вечеринку в лес. Там будем мы. 12 месяцев и молодильные яблочки все. Все будем искать. Знаете, как называется то, что он вам обещал? Пустые обещания. У них ничего. У них ничего нет. У них ничего нету. У них с собой нихуя вообще нету. У нас у нас есть все. У нас есть город. У нас есть храм. У нас есть все. Оно нет совести, блядь. Спасибо большое за игру. Славы все. Это были подземелья Чикен Карри. Спасибо героям. Спасибо зрителям. Вы все были великолепны. Я всех приглашаю к нам на свадьбу. Да, не все наши приключения заканчиваются хорошо. Или это все-таки счастливый конец? Сфинктерион или Лариса? На чьей стране ты. Ты. у меня по-другому. Продолжение следует...